Я временно вообще отойду от всех замольщений, а будем рассматривать такую задачу. Пусть у нас имеется число x, которое на каком-то отрезке достаточно большое. Пусть оно меня выединить за и 9. Каждую секунду вы должны это число менять. Его можно умножать на 2 и, допустим, делить на 3. И как только вы не смогли этого сделать, оставаясь внутри этого интервалла, вы проиграли. То есть число можно увеличить или уменьшить, но обязательно с фиксированным способом. Можно его умножить или умножить в 2, которые... Утверждение. Вы можете не проиграть. Вы можете так бесконечно действовать и всегда оставаться внутри этого диапазона. Число не целое, да? Да, число не целое. Какое-то произвольное, действительное число, ну или рациональное, даже не важно. Понятно ли, почему можно оставаться и всегда так играть? Почему не будет проблем? То есть если бы у нас, скажем, было бы число, я не знаю, не от 1 до 9, а от 1 до 3, то, допустим, у нас число 2. Тогда с ним дело плохие. Вы не умножить на 2, нельзя 1 разделить на 3. Но диапазон у нас довольно большой от 1 до 9. И утверждается, что такой беды быть не может. Всегда можно либо умножить на 2, либо разделить на 3, не выходя из диапазона. Кто может объяснить, почему это так? Ну, скажите. Если число нельзя умножить на 3, то это означает, что оно больше, чем 4,5. Если его нельзя умножить на 3, то значит, что оно, по крайней мере, больше, чем 4,5. Это плохой случай. Если нельзя поделить на 3, значит, оно меньше, чем 3. А если нельзя поделить на 3, то оно меньше, чем 3. Ну, а как пересечить вопрос? Да, но ясно дело же не может быть одновременно. И это нельзя, и то нельзя, потому что... Реально нам бахнет был запас в 6 раз. Потому что здесь 9, это некоторый избыток. От 1 до 6 тоже похватило. Но я просто хочу специально не выбирать ничего оптимального, чтобы было видно, что тут как бы можно запасы в 300. Значит, первое, что мы всегда можем в нашу последовательность продолжить, по этому закону, продолжить до бесконечности. Причем не единственный способ. Если оно между 3 и 4,5, то можно и делить, и умножать, как хотите. Нет детерминированности. Кто знает, может быть, при контор старте никогда не попадем подрывал от 3,5, и поэтому у нас всегда надо будет детерминировать. На самом деле так не может быть, потому что эти два шага несоизмеримы, но поэтому... В каком смысле? Ну там, логарифм их отношений к логарифмам рациональных. Ну, вообще, не важно. Вообще, не берите в голову, это не имеет никакого значения. Вообще, будь я сейчас остался вне вас, потому что глупо и сказал, не подумал. Но по-моему, такой антитерминированности не может. А представишь, что мы хотим продолжить и назад эту последовательность по тому же закону. Это нам удастся или нет? Можно ли мы гарантировать... Ну вам, соответственно, идя туда, мы должны либо делить на два, либо умножать на два права. Всегда ли мы можем гарантировать продолжение и в другую сторону? Да. Ну, по тем же причинам. Чтобы нельзя было разделить на два, оно должно быть... Какое? Меньше двух. Меньше двух. А чтобы нельзя было умножить на три, оно должно быть... Больше трех. Больше трех. Ну, а так одновременно не бывает. Но, на самом деле, видны же те же самые проблемы. То есть ты в ту и другую сторону нужен запас в шесть. Отношений шесть больше уменьшишь. То есть ясно, что можно продолжить. Но совершенно непонятно вообще, к чему все эти разговоры, какое это имеет отношение к тому, что было раньше. Но вот сейчас самый главный момент. В этом месте, ну, если вы это поймете, то вы как бы основную идею поймете. Дальше будет некая более сложная техническая часть. Но вот основная идея следует следующее. Что вот у нас есть две операции. Умножение и деление. Вот они как раз мы их выполняем в каком-то порядке. Утверждение. Что последовательность операции не может быть периодической. Что мы не можем... Вот эти операции не можем быть так, что все время повторяется какой-то блок из операции много раз. Ну, потому что степень двойки не равна степени тройки. Ну, разные есть причины. Значит, а может ли кто-нибудь объяснить, почему он не мог повторяться тогда в экзем? Потому что если мы сделаем этот период... Пусть у нас какой-то период. Да. Значит, его можно заменить, что там число умноженное... То есть итоговый результат этого периода будет сколько-то умножение на 2, и сколько-то деление на 3. То есть это будет реальное умножение на 2 в степени k, деленное на 3 в степени n, где k и l это число двоек и 2. Да. И чего? И оно все равно 1. И это число не равно 1, потому что степень двоих и чет на... а степень троих и чет на... Не может, наверное, отсоединиться. И что? Ну, значит, если мы все время можем с каждым увеличивать число... Не доходит 1 и тот же умножить. Да. Значит, оно... Ну, так, на самом деле, если мы каждый раз увеличиваем какое-то число раз одно и то же, то рано или поздно число станет очень большим. Ну, как бы мы каждый год получаем, пусть какой-то маленький процент, то есть это повторяется год за годом, то рано или поздно мы превысим все-все любую сумму. То есть мы выйдем за их 9 единиц, даже если мы... Даже если вот это очень такой единица, а единица одна миллионная, то все равно, так сказать, через несколько раз это накопится. Более-менее понятно. Все, значит, не может быть такого...